Владыка Благословитель, добрый вечер Ваше Преосвященство, дорогие отцы, Матушка Игумене, братья и сестры. Сегодня мы продолжаем чтение жития Святого Андрея Блаженного. Однажды, ходя по городу, Святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек, и за его гробом шло великое множество народа со свечами и кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойников плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, Святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших «Горе ему! Горе ему!». От трупа же умершего грешника исходил удушливый смрак. Идя следом за мертвым, бесы ругались над поющими. Когда же совершился обряд погребения, Святой Андрей увидал ангела, шедшего в образе прекрасного юноши и плакавшего горькими слезами. «Святой подошел к нему и спросил, почему он так горько плачет о покойном?» «Я был приставлен для охранения к покойному, которого ты видел, когда его несли в могилу. Но Его взял к себе дьявол. Это и есть причина моего плача и печали», — отвечал ангел. «Расскажи мне, что за грехи были у покойного и за чего захватил Его в свои руки дьявол?» Этот человек был в великом почете у царя, но он был страшный грешник и вел преступную жизнь. Он был и блудником, и прелюбодеем, зараженным садомским грехом, льстецом, немилосердным, сребролюбцем, лжецом и человеконенавистником, злопамятным, сдаимством и клятвопреступником. Свою бедную прислугу он морил голодом, побоями и оставлял их в зимнее время без обуви и одежды. Многих рабов он даже убил и закопал их под полом конюшек. Одержимый ненавистью к Богу и похотью, он осквернил до трехсот души мерзительными и отвратительными грехами блудодеяния. Но и для него пришло время жатвы, и застала его смерть непокаявшимся и имеющим несказанные грехи. Душу его взяли бесы, а отвратительное тело его ты и сам видел. Злые духи провожали с поруганием. Вот почему, одержимый глубокой скорой бью, я плачу, потому что охраняемый мною ныне стал посмешищем демонов. На это святой сказал, умерший поступал дурно, потому и скончался без покаяния. Позже он насыщается плодами дел своих. В этом месте мы видим, что без помощи Божией мы сами даже покаяться не можем и увидеть множество своих грехов и тяжких грехопадений. Последствием греховной жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. В Псалме 124 мы находим такие слова. «Уклоняющихся же в развращение отведет Господь сделающими беззаконие». Вот как поясняют эти слова Ефиме Зигабет. «Господь предаст наказанию тех людей, которые уклоняются в кривые и развратные действия и привратные и злые помыслы, или отвратиться от них, как и от беззаконных». «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом им и нам получить обетованные блага», говорит святитель Иоанн Златоуст. «Однажды некая женщина по имени Варвара, будучи просвещена Святым Духом, с ужасом увидала в толпе блаженного Андрея, блистающим наподобие пламенного столпа. При этом некоторые неразумные толкали его, а другие били. Бесы же, ходя за святым Андреем в образе черных экиопов, отмечали бьющих святаго и говорили между собою, «Нам приятно, что они безрассудно его бьют, ибо за истязание невинного угодника Божия они будут осуждены в смертный час свой, и нет для них спасения». Услыхав это, блаженный по внушению Духа Божия, гневаясь на них, сказал, «Вы не должны отмечать бьющих меня, ибо я молюсь владыке моему, да не вменит им во грех нанесение мне побоев. Они делают это по неведению, и ради неведения своего получат прощение». Блаженный Андрей всей своей жизнью исполнил слова апостола Павла, «Мы в безумных ресторанах, а вы мудриво в христии, вы в славе, а мы в бесчестии, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословие от нас мы благословляем, гонят нас мы терпим. Не обратил ли Бог мудрость мира сегов в безумие? «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Если кто думает быть мудрым, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Освятитель Феофан Затворник так говорит, «Приучайте себя всячески к тому, чтобы больше радоваться, когда с вами презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, нежели когда ласкают и приветствуют». В этом самый надежный путь к смирению. Видя все, благочестивая женщина удивлялась и говорила, «Сколько светильников имеет Бог на земле, и никто их не знает». Христианин умудряется сими тремя заповедями – догматами и верою. Заповеди отрешают ум от страстей, догматы вводят его в познание сущего, а вера – в созерцание Святой Троицы», – говорит преподобный Максим Исповедник. «Ходя по городу, святой Андрей встретил некоего вельможу и, провидя его жизнь, стал говорить ему, «Лукавый блудник, хулитель церкви, ты притворяешься, что идешь в храм, ты говоришь, за утренний иду, а сам идешь к сатане для скверных дел. О, беззаконник, встающий в полночь и прогневляющий Бога! Уже наступило время восприять тебя по делам твоим, или ты думаешь, что скроешься от страшного, всевидящего и все испытывающего ока Божия?» Услыхав это, вельможа уехал, дабы не быть посрамленным еще более. По прошествии нескольких дней он тяжко заболел и стал сокнутым. Приближенные переносили его из одной церкви в другую и от одного врача к другому. Но это не... Святой увидал около дома того вельможи, пришедшего с запада, ангела Господня. Ангел имел вид огненного пламени и держал большую пламенную палец. Когда ангел подошел к больному, то услыхал голос свыше. Бей сего хулителя, отвратительного грешника, и нанося ему удары, говорит, «Желаешь ли ты еще творить грехи и осквернять различных людей? Будешь ли ты ходить для дьявольского беззакония, притворяясь, что идешь к заутренней?» Ангел стал исполнять повеленное ему. И вот в таких мучениях человек этот испустил дух. Священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский, говорит, «Вера христианская не может занимать лишь ничтожный уголок в жизни человеческой. Нет, она может быть только самой жизнью». Придя однажды на рынок, святой Андрей встретил инока, которого все восхваляли за добродетельную жизнь. Правда, он подвязался, как подобает инокам, но без меры был склонен к сребролюбию. Многие из жителей города, исповедуя ему свои грехи, давали ему много золота для раздачи нищим. Он же, будучи одержим ненасытную страстью и сребролюбия, никому не давал, а все клал в сумку и радовался, видя увеличение денег. Проходя одною с тем жалким инокам дорогу, блаженный Андрей увидел прозорливыми очами, что сего сребролюбца объевает страшный змей. Близко подойдя к иноку, святой стал рассматривать того змея, и он заметил, что вокруг него в воздухе над змеем написано темными буквами «Корень всякому беззаконию змей сребролюбия». После сего отступил от него ангел Господень, и дух тьмы получил над ним старейшинство. Увидев это, блаженный Андрей удивлялся увиденному, и, встретив однажды на улице этого инока, святой взял его за правую руку и сказал, «Зачем ты, брат, погубил свою душу? Зачем ты подружился с бесом сребролюбия, попустил ему пребывать с тобою? Зачем собираешь золото? Разве ты будешь похоронен с ним? Ведь после твоей смерти оно другим достанется. Таковы ли пути к покаянию? Таков ли устав для иноков, повелевающий пренебрегать суетную жизнью? Так ли ты отрешился от мира и того, что в мире? Так ли ты распялся миру и всей его суете? Разве ты не слыхал Господа говорящего? Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд. Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стих. Что, проходя мимо, я слышал отрицающегося от тебя Господа. Умоляю тебя, раздай имение нищим, сиротам, вдовам, убогим и странникам, не имеющим места, где преклонить голову. Постарайся же, дабы тебе вновь быть другом Божиим. Если же ты не послушаешь меня, погибнешь лютою смертью. И именем Иисуса Христа свидетельствую, что ты-то часто увидишь дьявола. И открылись у инакодуховные очи, и увидел он дьявола черного, зверообразного, со страшной пастью. Ужасный страх охватил его. Андрей снова сказал ему, поверь мне, если ты не послушаешь меня, то о твоем посрамлении услышат все четыре страны вселенной. Берегись же и исполни то, что я тебе говорю. Услыхав это, инак убоялся и обещал исполнить все, что приказал святой. После этого инак пошел и раздал нищим все свое золото, и еще более был впоследствии прославлен Богом и людьми. Многие приносили к нему золото, чтобы он раздавал него бедным, но он приказывал жертвователям раздавать его своими руками, говоря, «Какая для меня польза заботиться о чужом ссоре?» В то время, когда он жил так, как подобает инаку, с радостным лицом в видении явился ему святой Андрей, показал ему в поле цветущее дерево и сказал, «Возблагодари Бога, отче, за то, что он истор тебя из пасти змия и соделал твою душу подобной цветоносному дереву. Постарайся же сей цвет обратить в плод сладкий». Инак еще более окреп в духовном делании и всегда приносил благодарение Богу и угоднику его Андрею, наставившему его на путь спасения. Святитель Тихон Задонский говорит, «Замечай, христианин, к чему ведет сребролюбие своих поклонников. Иуда не ужаснулся продать за такую малую цену бесценного Христа, своего благодетеля и учителя, и так купил себе вечную гибель. Тоже предстоит и прочим сребролюбцам, которые не ужасаются делать всякое зло, чтобы обогатиться. «Как имеющие на ногах оковы не могут удобно ходить, так и те, которые собирают деньги, не могут зайти на небо», — говорит преподобный Иоанн Лествичник. «Кто любит золото, тот не будет оправдан, а кто любит Господа, тот будет благословен», — утверждает преподобный Ефрем Сирин. Однажды святой Андрей встретил на торгу трех юношей, красивых и телом, и душой, и одного из них, доселе ему неизвестного, назвал по имени Епифани своим другом. «Ты, Епифаний, друг мой и сын мой с этих пор». С этими словами поцеловал его, предугадав все, что сбудется с ним. «По смерти Отца Твой год Ты примешь иноческий образ, и по перемене Тобою имени в иночестве пройдет слава о Тебе, и когда святая сия церковь Константинопольская овдареет, Господь поставит Тебя светильником, наставником и опытнейшим пастырем заблудших душ. Пойдешь и во исповедание имени Христова, и со святыми будет наследие Твое». Епифаний в то время не имел еще и восемнадцати лет. С того времени водворилась между ним и Андреем взаимная любовь. Епифаний был сын знатного мужа Иоанна, который имел в доме многих рабов. Сыну дал хорошее воспитание, и Епифаний удивлял всех своим умом и воздержанной, и целомудренной жизнью. Много искушаем был он от сатаны плотскими вожделениями. Святой Андрей помогал ему в этой борьбе своими наставлениями, и, наконец, Епифаний по совету Его обратился с молитвой к мученику Акафию в храме Его, и был исцелен от страсти. Неоднократно святой Андрей предсказывал Епифанию, что он будет святителем в Царьграде. Интересно узнать, исполнилось ли это пророчество блаженного Андрея. В исследовании жития святого Андрея архиепископом Сергием Спаским мы читаем о патриархах того времени, подходящих по описанию Епифанию. Первый, о котором упоминает автор исследования, был патриарх Палиев. Вот как он об этом пишет. По кончине Андрея, а потом вскоре и по смерти своего отца, Епифаний постригся в монашество, как должно полагать, с именем Палиевта. Прославился строгой жизнью и ученостью. По историкам, Палиев в 956 году, 3 апреля, поставлен в патриарха Константинопольского. Скончался 16 или 29 января 970 года. Следовательно, имея около 64 лет от рождения. Что еще говорят историки о жизни патриарха Палиевта? Современник патриарха Лев Диакон Константинопольской церкви, родившийся около 950 года, говорит, что Палиев до совершенства изучивший божественную и человеческую философию. От юности избравшись жизнь одинокую и простую. имевший в отношении к людям промоту и без излишек. В другом месте своей истории Лев Диакон говорит, что Палиев был муж божественный, пламенеющий духом, хотя по возрасту престарелый. И еще говорит о нем, «Сей муж, исполненный ревности по Боге и несравненный по мудрости своей и доблести, не страшился противиться самим государям». Император Константин, сын Льва Мудрога, произвел его в патриарха по причине благонравия, превосходной мудрости и ради нищеты, то есть иноческой нестяжательности. По другим известиям, он уподоблялся Иоанну Златоусту и действительно был таковым. Епифанию святой Андрей предсказал, что он пойдет и во исповедание имени Христова. Палиев, будучи патриархом, имевший утешение вместе с императором Константином в 957 году принимать русскую великую княгиню Ольгу в Старьграде, претерпел много скорбей от самого поставления на патриарший престол и до конца своей жизни. В чем же именно выразилось противление патриарха Палиевта императору? Император Никифор Фока решил уравновесить боевой дух имперских солдат с фанатизмом мусульманских воинов и для этого задумал издать закон, чтобы тех воинов, которые погибли на войне, причислять к лику святых только за то, что пали на войне, не принимая во внимание ничего иного. Он принуждал патриарха и епископов принять это как догмат. Патриарх и епископы, храбро оказав противодействие, удержали императора от этого намерения, делая упор на канон Василия Великого, который гласит, что воин, убивший на войне врага, должен быть отлучен на три года от причастия. Лев Диакон, недостатки правления Никифора. История, издание 1988 года, страница 118-119. Патриарх Палиевт был на патриаршем престоле 13 лет и 9 месяцев 27 дней. Вот второй патриарх, по описанию, который подходит к Епифанию, это Антоний Третий Студит. По смерти Палиевта возведен был на патриарший престол в неделю православия 13 февраля 970 года. Современник его, Лев Диакон, также писал о нем следующее. «Кормила патриаршество, приемлет свои руки Антоний, муж от юности избравший подвижническую жизнь в студийском монастыре и проводивший апостольскую жизнь. Ибо кроме одежд, необходимых для тела, он ничего не носил. Хотя весьма любим был сильными людьми и самими царями за присущую ему добродетель. Сверхтого, подражая милосердию Божию, он раздавал бедным все доходы, получаемые от своей должности. Ибо прежде почтен был саном Синкела, то есть сокелейник, живущий в одной теле с патриархом. И он был обогащен мудростью божественной и человеческой более, чем кто другой. В его взоре и движениях блистала некая дивная приятность при глубочайшей седине. Всякий, приходивший к нему из людей, живущих в роскоши и много надмимающихся тенью суеты, уходил от него скромным, будучи научен считать жизнь за тень и сон. И также всякий, проводящий жизнь, исполненный ужасных бедствий, отходил от него благодушным, наученным не изнемогать в скорбях, но повергаться пред Господом, могущим избавить от скорби и у него искать спасения. Таков был Антоний, муж, кратко сказать, по жизни и слову ангельский и божественный. Еще автором исследования упоминается патриарх Николай Христовер, но владыка Сергий все-таки склоняется больше к тому, чтобы в Епифании признавать патриарха Полиевта. И вот после такой знаменательной встречи святой Андрей с этими тремя юношами отправились в таверну, сели в укромном месте и, купив хлеба и рыбы, они положили перед ним. Увидав их добрые намерения, святой возрадовался великой радостью и шепотом, исходившим из его уст, вознес перед Богом хвалу их приношению. Затем он и сам попробовал их угощение и юношам преподнес своими руками. В течение целого дня он съедал одну половину сухого печенья, именно так он поступил и в тот раз, оставив большую часть пищи на столе. Когда же кто-то подносил ему испить вина, он не отказывался, хотя никогда не пил по собственному почину. Часто он по целой неделе и по два-три дня ни к чему не прикасался, ибо сатана делал черствыми многих людей, чтобы они не давали ему ничего. Сам же Андрей никого не понуждал, дабы не быть в тягость. Часто, сжигаемый жаждаю, не зная, как поступить, но не желая просить, он останавливался на широкой улице и, если находил лужу с ледой, образовавшуюся после дождя, преклонив колено, дул на нее трижды крестообразно и пил. И вот когда они, простившись, ушли, а хозяин вышел за какой-то нуждой из таверны, святой Андрей, оставшись один, огляделся вокруг и, никого не увидев, простер руки свои ввысь и сотворил молитву за тех юношей, так что во время молитвы он поднялся над землей и повис в воздухе. Случилось, что я ничтожный прохранил мимо и услыхал его голос. Тогда я отошел в сторону и, выбрав удобное место, стал украдку наблюдать. По исполнении же молитвы Андрей, вновь разыграв сумасшедшего, вышел наружу в гущу толпы, чтобы нести обычную службу. Так повествует Никифор, который является автором жития. В житии преподобной Марии Египетской мы находим следующее свидетельство. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре Святого Иоанна Притечи, промыслом Божьим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и даром прозорливости. Однажды он увидал ее во время молитвы, как бы возвышившись над землей, а другой раз идущий через реку Иордан, как по суше. Тут мы можем видеть, как Господь наделяет своих возлюбленных за подвиги самоотречения особыми духовными дарами. Давайте поближе познакомимся с тем ближайшим другом, учеником и таинником блаженного Андрея, каковым был Епифаний. Вот как описывает, и жил так, как приятно и угодно Богу. Также был этот юноша очень красив видом, стыдлив, приветлив, очень мягок в общении, сладко речив. Ведь когда он участвовал в беседе и толковал божественные слова, все преуспевшие при мудрости поражались его понятливости и ответом. И некоторые вели с ним ученые разговоры о богословии и догматах и вопросах смерти и высшего смирения. А он скромно отвечал на вопросы, разрешая каждый из них. Так вот, этот любезный Богу юноша постился, проводя по обычаю первую неделю Великого Поста без пищи и питья. И причастившись после этого Таинского Иста, затем с помощью хлеба, воды и кое-каких бобов поддерживал телесные силы. Вот за такие подвиги телесного воздержания и усердное изучение Священного Писания Бог просветил Его сердечные очи и дал разум духовный к научению других истинам веры. Я же поведаю вам о нем одну беседу между любителями с холостической мудростью, которых автор пытается выставить в смешном и глупом виде и этим юным ревнителем благочестия. Как-то раз Епифаний сидел за родительским столом и с ним так называемый философы, друзья его родителей. Они знали, что этот юноша известен своей мудростью как в обсуждении, так и в ответах на вопросы. Беседа же их была о предметах веры. Один из пришедших стал вопрошать остальных о христианском учении о Боге с одной лишь целью узнать мнение на сей счет Епифания, потому что были они наслышаны о его мудрости в объяснении истин веры. Насколько родитель, отец и рожденный сын, будучи одной природой, являются единосущными и в приказаниях, и в указаниях? Другой отвечает ему, в свете, движении, желаниях и сущности отец и сын как оба глаза в движении и освещении. Тогда один из них сказал, а как между ними дух? Епифаний ответил, подобно тому, как постигаемое с помощью зрения для обоих глаз едино. Другой же сказал, твое слово по-нашему содержит намет на сказанное святым Афанасием. Вероятно, здесь речь идет о святителе Афанасии Александрийском, когда в Александрии возникла арианская ересь, заключавшаяся в отрицании божественной сущности Господа Иисуса Христа, святой Афанасий принял деятельное участие в борьбе епископа Александра против еретиков и тем самым возбудил к себе ненависть ариан. В 325 году святой Афанасий сопровождал епископа Александра в Нитею, на Первый Вселенский Собор, осудивший ересь ария. На соборе святой Афанасий произнес обличительную речь против ариан, которая была поддержана отцами собора. И с тех пор и до конца его жизни ариане подвергались святого Афанасия гонениям, клеветали на него императору и даже покушались на его жизнь. На этом соборе отцы установили догмат о том, что три лица при святой Троице отец, сын и святой Дух единосущны и нераздельны. На этом же соборе была составлена первая часть символа веры, первые семь членов отца и сына. И последние пять членов были составлены уже на Втором Вселенском соборе в 381 году. Продолжая беседу, Епифаний ответил, если вам понравится, я поясню это с помощью примера. Как губы и язык взаимодействуют в речи и связаны друг с другом в произнесении звука, так отец и сын и Дух Святой, ибо отец ум, сын, слово, а Дух это пронизывающее их обоих свободное дыхание и свечение, тончайшее и находящееся на вершине полноты. Однако скажем об этом и по-другому. Взгляните на являющиеся в трех ипостасях изначально единую сущность и удивитесь. Луч солнца это сын, образ отца солнце, тепло луча всесвятой дух и солнце никогда не покидает небо и землю, но слово сына посылает свои лучи к тем, кто на земле, чтобы согревать, благодетельствовать и делать тепло роду человеческому. Давайте же наконец взглянем и на самый хлеб, который едим ежедневно, ведь от муки, воды и огня он приобретает тождество самому себе и распознается как единое, хотя сам состоит из трех ипостасей. Таким вот образом следует постигать единую божественность, состоящую из трех ипостасей. Услышав это, философы не могли взглянуть юноше в глаза, так были они поражены его мудростью и глубиной, и даже не закончили спор, опасаясь встречных вопросов с его стороны. Святитель Афанасий в своем изложении веры учит нас так, три ипостаси должны быть представляемы нераздельными между собою, чтобы и нам, подобно язычникам, не ввести многобожие, но представляй как бы реку, которая, исходя из истока, не отделяется от него, хотя два здесь вида и два имени, как исток не река, и река не исток, но тот и другая суть одна и та же вода, из истока льющаяся в реку, так и божество от отца неизлиянно и неотлучно пребывает в сыне, как Господь говорит, из идох от отца и иду к отцу, сын в лоне отче, всегда у отца. На этом я бы хотел завершить сегодняшнее чтение жития святого Андрея Блаженного. Владыка, благословите. Бог благословит. Отец Андрей, благодарим вас за доклад. Особенно в первой части беседы нам было показано, насколько реальный духовный мир, просто мы с вами его не видим, святые отцы видят ангела, видят беса, видят духовный мир и постигают причины явлений в материальном мире, те причины, которые находятся в духовном мире. И я, в частности, из-за этого и попросил, чтобы приготовить доклады по Столму Андрею, для того, чтобы нам всем вспомнить и находиться в этом постоянном убеждении, что мы не одни, что на наши мысли, слова, действия оказывают влияние в духовный мир, в мир темных духов. В частности, еще и потому, что в современном интернете есть блогеры такие, которые пытаются многие моменты в жизни, многие проблемы духовные объясняют с точки зрения психологии. А психология никогда не рассматривает, что есть какие-то другие личности. А нам с вами надо помнить, что есть бесы и не все мысли, которые у нас в голове, это наши собственные мысли. Также иногда надо оправдывать и других людей, которые поступили с нами как-то неправильно оправдывать, что подверглись влиянию Бесовскому, поэтому за них искренне помолиться Богу. Мы также видим, что Андрей Блаженный очень много обличал сановников константинопольских в их мерзких грехах, и хотя в то время все практически ходили в храм, но видим, что вели двойную жизнь, и для нас важно, чтобы, как вот говорил Иларион Троицкий, священно-мученик, что жизнь христианская должна для нас быть всеобщей, не где-то в уголке нашей жизни, она должна быть центром, и для нас христианство, православие, вера, учение, благочестие должно быть основой, должно быть для нас всем. Благодарим отец Андрей. Дорогие отцы, я еще хочу попросить завтра особо помолиться о .